Ангиограф, купленный почти за 100 миллионов рублей, появился в областной больнице в 2008 году. Цена оказалась завышенной, что доказали в суде. И через 4 года после скандальной покупки аппарата бывшего министра здравоохранения Фёдора Прокина посадили в колонию общего режима на 7,5 лет. Главврач отделался тремя годами условно. В марте 2018 года аппарат напомнил о себе. Сломался. Региональный сосудистый центр работает в штатном режиме. С учетом того, что вышел из строя аппарат, который позволяет нам делать ангиографию, ангиопластику, мы на сегодняшний день связались с фирмой, которая занимается техническим обслуживанием. Они нам дали ответ о том, что в течение ближайших двух недель необходимая плата, которая вышла из строя, будет доставлена к нам, смонтирована. И после этого мы уже перейдем в штатный режим. Сегодня в соцсетях опубликована информация о том, что для работы ангиографа нужно закупить оборудование на 5 миллионов рублей. Среди них платы, педали, модули, пульты и прочее. Но их закупка никак не связана с поломкой, сообщают Минздраве. Это обычная замена расходников, ничего больше. Закупку проведут без ажиотажа и спешки. Ульяновские пациенты не пострадают. В Ульяновской областной клинической больнице приостановлена работа ангиографов. И в связи с этим поток пациентов, который был маршрутизирован на эту больницу, перенаправлен на другие больницы. Данная медицинская помощь у нас на территории региона оказывается на базе трех лечебных учреждений. Это ЦГБ, ЦК МСЧ в рамках частного государственного партнерства, два центра и областная больница. Те, кого диагностировать и лечить должны были в областной больнице, направлены в ЦК МСЧ и ЦГБ. Необходимые койко-места и время обслуживания скорректированы. Очередей быть не должно. Без медпомощи никого не оставят. Скорые неотложка в курсе, поэтому повезут обратившихся туда, куда нужно. Ситуация продлится недолго, пару недель, как уверила ульяновских из Кулапов обслуживающая фирма. Павел Половов, Константин Никитин, Иван Демидов, репортер 73.